Сегодня у нас тема анемии будет рассматриваться. Я бы хотела открыть ваши комментарии к последнему посту и дать на них свои комментарии. Согласно статистике, железодефицитная анемия затронула больше половины женского населения детородного возраста. Эта проблема действительно глобальная, ее нужно решать. И когда я смотрю то, что вы едите на ваши рационы, я вижу, что вы банально, особенно девчонки, просто не потребляете железо. И понятно, что именно вас железодефицитная анемия касается, потому что у нас потребности в два раза выше, чем у мужчин ежедневные. Кроме того, с менструациями мы теряем по 10 единиц ферритина. Это существенно. У нас потери больше, у нас потребности выше. А когда мы беременны, то, естественно, нужно еще и давать на плод. Я попросила вас назвать те продукты, в которых, как вы считаете, находится железо, коими можно восполнить рацион. Спросила также, в каком количестве необходимо есть их каждый день, чтобы там хоть что-то получалось. И, как ни странно, видимо, у вас дефицит магния или чего-то еще, но на второй вопрос внимания никто особо не обратил. Только на первый. Что же нужно есть для того, чтобы железо было? И когда я считаю рацион, то вижу, что если девчонки не стараются, то у них примерно 15-20% железа от нормы в рационе. А если они имеют, то нужно есть не 100%, да, не 18 миллиграмм суточных, которых положено потреблять, а в два раза выше хотя бы, или 150%, да, вы понимаете? Потому что суточная норма идет на восполнение сегодняшних потребностей. Итак, начнем с ваших комментариев. Первый комментарий. Петрушка и бобы. Ну, совершенно верно. Куликова Таня составляла персональный план питания, поэтому Таня знает. Таня с анемией. Дальше. Субпродукты. Печень различная, да, приготовленная на маленькой температуре, ферментированные бобы и чечевица. Совершенно верно. Эти продукты в себе содержат большое количество железа. Я сделала таблицу, в конце я ее озвучу. Сколько где находится железа, и сколько мы обычно этого всего съедаем, и сколько нужно съесть чего-либо, чтобы восполнить суточную норму, да. Также некоторые пишут про гречку и гранат, но это немножко возмутительно для меня, потому что, ну, это так себе источники. Хотя они тоже имеют место быть. При анемии хоть что вы ешьте, лишь бы чтобы хоть что-то ели. Вот. Морепродукты, животные, субпродукты, например, печень. Хорошо. Дальше. Молодой человек. Вот у молодых людей, конечно, анемия – это редкое явление. Мне нужно конкретно поднять уровень гемоглобина. Вообще лучше всего начать с чистки кишечника, а затем адекватное питание. Больше добавить в рацион граната, свеклу, зелень и пророщенных зерен. С половиной согласна, с половиной нет. Насчет чистки кишечника – это немножко странно для меня звучит. Непонятно, что под этим человек подразумевает. Когда я открою чат в эфире, пожалуйста, напомните мне, что такое чистка кишечника. Для всех это разное понятие. Мясо, гречка и зелень. Мари. Отличное пожелание. Мне очень понравилось. One Rock Girl. Чечевица, гречка, все проростки, пшеницы проростки, зелень, морская капуста, свекла, лимон, так как витамин С, мясо и яйца. Отличные источники. Замечательный ответ. One Rock Girl просто умница. Браво. Зеленая гречка, темно-зеленые листовые овощи, согласна. Шпинат, ботва, печень, белок в нормальном количестве, проростки. Обязательно все, что содержит витамин С в больших количествах. Надин Кондратьева. Без комментариев, отличный комментарий. Супер. Вот, кстати говоря, про зелень мало кто вообще думает, что есть там что-то или нет там чего-либо. В общем, я вам скажу так, что в 100 граммах петрушки для девчонок находится уже 34% суточной нормы железа. Ну, конечно, 100 грамм это минимум, которое нужно есть, однако, очень трудно понять, сколько это. Мало у кого есть кухонные весы, поэтому я предлагаю хотя бы в магазинах пойти в магазин. Там обычно написано на зелени, сколько, какая масса упакована, да, в какой-то целлофанчик. И посмотреть, сколько это по весу. Визуально. Что из себя представляет большой пучок в 100 граммов? Как-то я показывала вам в сториз, даже несколько раз, что такое 100-150 грамм петрушки. Я крайне сомневаюсь, что обычный человек столько вообще съедает. Обычно все же у нас зелень представлена в виде каких-то украшений на блюдах, да, либо это посыпушка в салат, посыпушка в кашу или еще куда-либо. Но это, конечно, ни о чем. Это мертвому припарку. Можно даже не обращать внимание на это. Соответственно, если мы хотим решить не то, что проблему железо-дефицитной анемии, если мы хотим хотя бы суточную норму железа набрать, нужно съедать от 100 граммов петрушки в день. В другой зелени, в небольшом количестве, ну, в меньшем, тоже содержится, конечно, железо, но здесь нужно смотреть, какой вы предпочитаете. Бывает такое, что, там, знаете, и 300-500 граммов съешь, и нормально не наберешь. Поэтому, ну, петрушка – это самый оптимальный такой вариант, поэтому мы ее не игнорируем, поэтому мы ее на зиму и запасаем, да? Кроме того, там также содержится медь, витамин С в больших количествах, а это и есть те кофакторы, которые нужны для того, чтобы ее усвоить. Его железо, в смысле. Дальше. Ферритин 39, гемоглобин 149. Норм? Нет, не норм. Я посмотрела на страницу. Это девушка. Зовут ее, кажется, Наталья. Смотрите, гемоглобин для девушки высоковат. Откровенно. Это может говорить о неких воспалениях, поэтому нужно отдельно проверять показатели, которые отвечают за воспаление. Ферритин 39 – это очень низкий ферритин, нужен хотя бы в два раза выше для нормального функционирования прочих органов. Решайте вопрос. Росол. Это Кристиночка. Я знаю шпинат, петрушка, но возникает вопрос насчет аксалатов, которые мешают усвоению железа. Палка о двух концах. Согласна. Насчет аксалатов пока ничего не могу сказать. Исследования отличаются по своим выводам. Если у кого-то есть хорошие, качественные исследования на Чеку, пожалуйста, поделитесь ими, потому что для меня этот вопрос тоже очень открыт, особенно с моим песком, с моими аксалатами, которые каждый раз в большом количестве выделяются, для меня это вопрос актуален тоже. Насчет хлорофила. Сайбериан Акела. Отличная тема, можно поподробнее. Подробнее сейчас происходит. Хлорофилл поможет ли? Хлорофилл, он скорее несколько иммуномодулирующий, но опять же, там вы понимаете, какие количества, да, и соответственно, именно на поднятие гемоглобина, на поднятие, в принципе, железа, он вряд ли может повлиять. Вообще, самое главное, мы поднимаем не гемоглобин, мы поднимаем все кроветворные элементы, обращаем внимание на ферритин, обращаем внимание на B9, B6, вообще все витамины группы B, естественно, и их кофакторы, да, для освоения. Потому что здесь даже речь не столько о железе, сколько обо всем остальном. нужно много мяса и печени жрать и лечить ЖКТ, а то будет как у меня, все в канализацию. Бывает такая ситуация, да, и, конечно же, нужен белок изначально, и нужно, чтобы он усваивался. Почему? Потому что белок, он выполняет транспортную функцию, поэтому можно его представить как транспортное средство, которое возит витамины и минералы к органам. И если нет его, полноценного, естественно, поминокислотному профилю, в таком случае и железо не будет усваиваться, даже если с пищей оно поступает. Поэтому мы восстанавливаем кислотный желудочного сока, мы получаем полноценный белок. Мне задают вопросы, что такое полноценный белок, да? Это, ну, естественно, животный белок, но, если животного белка нет, в таком случае нужно балансировать растительную пищу между собой так, чтобы все аминокислоты набирались в должных количествах. Просто, если, допустим, мы возьмем грибы, я вам объясню, если вы наберете, допустим, 100 грамм белка из грибов, для примера, да, утрированного, вы увидите, что там по одной из аминокислот будет только 30 граммов. И, соответственно, всего вы съедите не 100 граммов белка, а 30 граммов белка. Понятно? Белок всегда лимитируется по той аминокислоте, которой меньше всего. Это как если мы представим какой-то сосуд или бочку из 20 дощечек, если хотя бы одна дощечка сломается, там, наполовину, да, то вода через нее утечет. Соответственно, белок должен быть полноценным, чтобы он держался в бочке целеньким. У нас и так велики потери, и так кислотность низкая. Так вот, восстанавливаем кислотность, едим полноценный белок, потом едим на него сверху железо, едим сверху на него кофактор, и получается, что оно усваивается лучше. Та цифра, которая должна быть в сутки для женщин 18 миллиграмм, для мужчин 10 миллиграмм, она уже дана с учетом того, что есть потери. Железо очень слабо усваивается, это так. В некоторых источниках говорится, что зелень вообще усваивается, там, железо и зелени на 1-5 процентов, да, в каких источниках, как указано. Но, опять же, есть другие исследования, в которых говорится, что необходимы кофакторы и необходим витамин С, и тогда даже из растительного железа можно сделать более высоко усваиваемое, понимаете? Поэтому мы как раз и работаем с тем, чтобы питание было полноценным по всем фронтам. Нам важно не только какое-то отдельное железо, и не только какой-то отдельный бат с железом. Мы работаем над всем сразу. В этом заключается, собственно, вообще смысл. Итак, мы идем дальше по вашим комментариям. Третий слайд. Руна Свет. Росоул, кстати, была на курсе химии еды. Руна Свет, Светочка, тоже была на курсе химии еды, поэтому девчонки в курсе. Света говорит, что печень, гречка, язык, чечевица, фасоль, пшено. Вот про пшено все забывают всегда. Все говорят про гречку, а про пшено, про овес, вот про овес никто мне не написал. А сейчас я вам сама скажу, если вы про него не знаете, игнорируете. Плюс аминокислоты, гистидин, цистеин, видимо, там лизин был дальше написан, я сама за собой этого не вижу, в рационе в достаточном количестве. Ну, Света, абсолютно верно, абсолютно точно. Давайте посмотрим по языку. Вот язык тоже мало кто писал, просто писали субпродукты. В общем, в языке 14% железа. Ну, как-то так. Ну, то есть, в принципе, это неплохой источник. 200 грамм в день съесть можно. Нормально. Если подкрепить, конечно же, бобами, другими кашами, зеленью, да, безусловно. То есть, вообще, моя формула такова, а я вам ее не скажу сейчас, я скажу ее потом, свою формулу. Алиса. Алиса, это моя подруга. Алиса с мужем мне прислали жмыхи. Вы видели, да? Вот эта огромная коробка со жмыхами с различными, которыми я тоже себе поднимаю железо. Там, конопля, вот это все мое любимое, шиповник. Алисочка еще, между прочим, бодибилдерша, и она сейчас выиграла в Паттайе турнир по этому. Ну, там, позирование вот это красивое все такое. Сухая девочка моя. Кровь. Она говорит кровь. У меня есть важный комментарий к этому. Обожаю стейк с кровью. Может, это звоночек? Настолько его люблю, что не думаю о возможных паразитах. Паразитарку только пару раз в год пью. Еще печень прям сильная. Когда два с половиной года без этого была, сейчас не верится. Да, Алисочка была у меня еще на терапии, когда я говорила о фрукторианстве. Знакомы с ней очень давно, соответственно. Смотрите. Как-то в сторис я вам говорила про порфирию. Это такая болезнь, неприятная, связанная с печенью. Она называется по-другому вампиризм. Это когда люди реально не могут находиться на солнце. Это когда у них голубеет кожа, такие вот зубы становятся страшные. Ну, они такие становятся, знаете, ну, реально как вампиры, как Дракула. И они, их тянуло на кровь, естественно. То есть, очень часто у кого анемия, их довольно сильно тянет на кровь, на сырую печень и так далее. На сырое мясо. Так вот, провели там исследование в то время, выяснили, что кровь не особо хорошо усваивается у нас в ЖКТ. Это не самый лучший источник железа для нас, скажем, да. Хотя там сейчас есть и кровяные колбаски, все такое, да, но, однако, нет. Но, тем не менее, мясо с кровью усваивается гораздо быстрее и гораздо лучше, чем резиновая подошва, да, в виде мяса. Поэтому, в качестве дополнительного транспортного источника, да, и вообще белка для детоксикации печени, для того, чтобы ферменты работали, гормоны работали, конечно, это замечательный источник. Кроме того, там много цинка. Сейчас мы не об этом. Понятно, что это супер польза. Дальше. Марина говорит, что гемоглобин сейчас 102, прости господи, да, врач прописал, есть один гранат в день и мясо. Пока как-то так. Но это вообще ошибочная ситуация. В мясе не так уж... Ну, там есть, конечно, железо, но только им гемоглобин не поднимешь. У меня тоже была такая диета, когда мне необходимо было есть мясо 5 раз в день, есть субпродукты, но это сыграло со мной, наоборот, злую шутку. У меня было нарушено усвоение, понижена кислотность, много было, конечно, неприятного, и это усугубило ситуацию. Вот такая рекомендация, на мой взгляд, она больше вредит, чем приносит пользу, и не стоит на нее ориентироваться. Кроме того, гранат. Я вам скажу, вот сколько мы можем съесть граната? Ну, пускай мы съедим 1 гранат, да, ну, там будет грамм 150 мякоти, ну, пусть мы съедим 2 граната, и то бывают разные размеры. Но я вам скажу так, что на 100 г граната, на 100 г мякоти содержится 2% железа. Ну, пусть вы съедите 300 г мякоти, и что это будет? 6% зашибись польза. То ли вы съедите 100 г петрушки, да, у которой 34% железа, или гранат, у которого 2%, серьезно? Кроме того, вы из него столько сахара получите, ненужного абсолютно. Ну, вы поняли, в общем. И, кстати, когда гемоглобин 102, я также писала в посте, что гемоглобин опускается в самую последнюю очередь. Бывает латентная анемия, когда понижены другие факторы, допустим, ферритин, опять же, но про него я еще в конце эфира буду просто люто ругаться и говорить с вами на эту тему, потому что есть непонимание норм, и, 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 но есть другие факторы, которые также опускаются при анемии, при латентной, а когда гемоглобин низкий, то это называется уже истинная анемия. Это уже нехорошо, потому что из этого состояния выбираться реально трудно. Врачи говорят, говядина и печень. Ну, печень это, конечно, хорошо, но, опять же, на мой взгляд, печень это бат, и ее не стоит есть в больших количествах, потому что в ней много чего накапливается и у нас, и у животных, да, поэтому я вам скажу так, что в 100 граммах печени, конечно, находится, если это говядина, то 36% железа, если это баранья, то 46% железа, вы слышите, что это много, да, вот, по сравнению с двумя процентами в гранате, но, но, в них также есть то, что переборщина, перебарщина, склоняйте это слово сами, нельзя есть печень каждый день в таких количествах, потому что она будет токсична, там слишком много меди, из 100 грамм печени, вы получите уже 1200% B12, если это нормальная печень, если животное кормили B12, вы переборщите со многими элементами, поэтому не стоит так себя мучить, скажем, как бат, там по 1-2 чайной ложки, да, конечно, но в больших количествах, а 100 грамм, я считаю, что это уже много, не стоит часто увлекаться, гранат нужно кушать прям с зернами 40 дней, вот, наверное, это какой-то народный рецепт, прочитанный на просторах интернета, просто браво, морская капуста, вот смотрите, дорогие, вы давайте вот учитывать еще и то количество, которое мы можем потребить, сколько вы можете съесть морской капусты в день, чайную ложку, столовую ложку, ну, без шуток, если, как можно поднять железо этим продуктом, если это вот такая посыпушка маленькая, крохотная, к тому же я не нашла, честно говоря, официального какого-то единого состава для нее, петрушка согласна, смородина, ну, такое, шиповник, ну, такое, это больше к цешке относится, к аскорбиновой кислоте, аскорбиновая кислота, как я уже говорила, повышает усвоение железа, особенно из растительных продуктов, поэтому мы должны все это вместить, кунжутная халва, ну, если халва, то это, вы знаете, да, там сахарок, сахар нам не нужен, кунжут, кунжут, это немножечко спорноватый вопрос, кунжут я здесь не выписывала, ну, там много омега-6, а теперь комментарий, который мне бальзам на душу, от Нейли, вот лично мое мнение, все зависит от каждого человека, его наследственности, состояния ЖКТ, ну, само собой, поэтому мы им и занимаемся, Нейли, при анемии надо каждого обследовать индивидуально, да, лечить индивидуально, ну, да, согласно его предпочтениям в меню, и конкретно его усвоением и полиморфизмом, мое мнение основано на многолетнем наблюдении за пациентами в аптеке, одному ничего не помогает, ну, потому что формы в аптеке продаются в российские дурацкие, зачастую, не всегда, конечно, но в основном, одному ничего не помогает, другой только фолиевый попьет, сразу хорошеет, это связано с тем, что нужно проверять себя на другие кровотворные элементы, и смотреть, в чем конкретно у вас проблема заключается, просто бывает такое, что ты просто начинаешь нормальное количество есть белка, и у тебя реально возрастает ферритин, возрастает железо, либо ты начинаешь пить фольку, и у тебя тоже самое происходит, либо ты подкрепляешь из себя B12, начинает все приходить в норму, у кого какие здесь дефициты, но я противник химии, для восстановления организма лучше всего наладить правильный образ жизни, питание, спорт, Ульяна, ты молодец, в твоей работе нет цены, цена есть, потом на сайте покажу, с помощью твоих советов можно стать здоровьем, не очень разорившись при этом, тут согласна, лекарства сейчас очень дорогие, всем очень рекомендую сотрудничать с Ульяной, спасибо большое, на Ульяна очень ценно, какао, про какао написали, какао это просто для меня даже открытие, очень сильно недавно захотелось какао, хотя к нему я не склонна, в принципе я около 4 или 5, по-моему около 5 лет я вообще его не пробовала, потому что, ну как бы не было потребности такой, не хотелось, и вот я купила себе качественный какао, развела его, кстати с водичкой, прям хотелось реально горького какао вкуса, оказалось, что в 100 граммах какао, это конечно бешеная доза, находится 100% железа, вы просто представьте себе это, молодые люди, вам надо 50 грамм, девчонкам 100, но это конечно шутка юмора, потому что такие количества, они слишком бешеные, да, у вас будет сердце колотиться, просто нереально, все-таки это немножко такой продукт, который очень сильно поднимает давление, но из-за него бьется сердце быстро, я вам уже говорила, да, что такое как наркоэффект, прям чувствуешь, как будто какой-то ускоритель выпил, они там как-то называются у наркоманов, вот особенно если менструации, то можно подкреплять ими себя, как я уже говорила, ферритин падает на 10 единиц, бывает за менструацией, а если обильный, то и больше, вот еще сказали про пшено, слава богу, пшено, в 100 граммах пшена, если мы сухое возьмем пшено, ладно, то находится 17% железа, это существенно, насчет фасоли, то же самое, фасоли, ну понятно, что мы едим не по 100 грамм, вы же понимаете, да, ребят, то есть как бы в сухом виде, если вы сядете крупы, то люди едят от силы там 50-70 грамм, поэтому вы делите сами, умножайте, ладно, 50%, фасоли, я говорю, что на 100 грамм находится 33%, это супер 33%, поэтому бобы, это номер один для поднятия железа, это бобы, это какая-то другая каша, это зелень, фисташки пойдет, просто они сильно уж очень соленые, это, там не сбалансировано омега-3, 6, если у вас сбалансировано омега-3, то в таком случае, да, фисташками тоже можно догоняться сверху, так-то там находится в 100 граммах 22%, но при этом в тыквенных семечках, по секрету я вам сейчас скажу, 45% железа в 100 граммах, но там омега-6, зато в ольне, где омега-3, 32%, то есть тоже очень классный источник, вообще семена это супер, главное, чтобы вы соблюдали тот баланс, тот самый овсянка, вот Алекс молодец, хоть один про овсянку написал, у меня душа спокойная, что хоть кто-то знает, хоть кто-то потом посмотрит комментарии и будет знать это, дальше, зелень, свекла, курага, морская капуста, яблоки, вот про яблоки я бы хотела вам, конечно, раскрыть глаза, потому что и врачи их тоже рекомендуют, я знаю, на 100 грамм яблока, ребята, дорогие мои, приходится 1 долбанный процент железа, вопрос, чтобы вы понимали, чтобы, представим, что вы больше ничего не едите, и чтобы набрать суточную дозу железа, нужно съесть 15 килограммов яблок, 15 килограммов яблок, это вообще не источник, яблоки это не железо, запомните это, я прошу вас, вам никакое количество яблок не сыграет погоды, это просто чистый сахар, в них нет ничего полезного, но для сравнения, даже гранаты то покруче яблок, то есть яблок нужно съесть 15 килограмм, гранаты нужно съесть 6 килограмм, в мякоти имеется ввиду, гречки 700 грамм, свеклы 2 с лишним килограмма, мясо 0,6, да, то есть вы понимаете, что дозы гигантские, поэтому тут мы не можем ориентироваться только на мясо, там только на печень, или только на что-то еще, необходимо каждый день соблюдать формулу железа, для того, чтобы оно росло, и опять же я говорю, что в тех планах питания, которые я составляю, 120, ну 150 процентов железа, но это все равно мало, особенно учитывая, что усвоение довольно снижено, мы тоже его постепенно восстанавливаем, на то, чтобы восстановить нужно время, дело в том, что допустим нужно 18 миллиграмм железа в сутки, и мы его с пищей потребляем, и все, это только на сегодня, а те запасы, которые у нас истощены, из этой суммы, пополняться не будут, нужно есть что-то сверх, вот и все, поэтому многие люди вынуждены принимать добавки, но опять же, вы принимаете добавки, при этом не подкрепляя пищей, и потом вы прекращаете принимать добавки, депо опять расходуется, пища нормальная не поступает, вы снова обязаны прокалываться, или принимать добавки, и вот такой круговорот, бада в природе, тыква, говядина, зеленые яблоки, печень говяжья, смотрите, еще сказали про тыкву, в качестве обычного овоща, вы же знаете, что нужно съедать там хотя бы грамм 800, да, в день овощей, хороший источник, отличный источник, много чего, зрение улучшает, в принципе могу сказать, что в ней на 100 грамм 4% железа, для овощей это норм, ну то есть если есть свеклу вместе с тыквой, вместе с зеленью, что еще из овощей можно, подкреплять сверху еще допустим капустой, для витамина С дополнительного, то в принципе это неплохая овощная формула, но нужно тоже понимать, что это все вместе, да, в качестве там какого-то салата, или тупо сырых овощей, будет ну процентов 10, ладно, то есть мы только на это тоже не ориентируемся, здесь девушка говорит, что как искать причину, я пью полгода железо, поднялось только до 30, но это очень плохо, вам нужен грамотный специалист, который эту причину найдет, и нужно, чтобы он разбирался не в тех референсных нормах, которые указаны в лабораторных анализах, но и вообще-то осмотрел на оптимальные нормы, и реально выяснял причины, я уже жду окончания просмотра слайдов, чтобы вам сказать про телефонный разговор, который мне только что состоялся, он был капец какой важный, и вам будет тоже очень ценно это услышать, здесь сказано от Soul Sunshine, что был хороший эферетин до беременности, а затем упал насильно на пятом-шестом месяце, ну это понятно, потому что плод растет, и вообще-то ему тоже необходимо дышать, ему тоже нужно железо, и если вы потребляете железо в прежнем количестве, то конечно же оно у вас лично будет падать, безусловно, навалилось на белок, ну это просто умничка, железо стало принимать в небольших дозировках, это надо смотреть в какой форме, и подходит ли она вам, понимаете, и смотря с чем вы это тоже принимаете, абсолютно ясно, что расход микроэлементов большой в этот период, это правильно, хорошо, что вы это тоже понимаете, и то, что дико захотелось зелени, но отмеряете хотя бы от 100 грамм в день, да, вы помните, я говорила, дальше вот вопрос Юпитер, не знаю, какой пол у человека, если ферритин 35 это анемия или преданемийное состояние, нужно смотреть B12, B9 и гемоглобин, я задала вопрос, какой там гемоглобин, мне пока еще не ответили, вообще вот выше я уже говорила про то, что если, допустим, ферритин низкий, а гемоглобин в норме, то это латентная анемия называется, и опять же, какие нормы, да, нужно понимать нормы, не те, что написаны, вот, а если это низкий гемоглобин и низкий ферритин, то это уже истинная анемия называется. Важно, смотрите, с недостатком железа, ладно, понятно, а что делать с избытком? Нужно ли с этим бороться? Гемоглобин всю жизнь высокий, не могу поправиться, смотрите, здесь вообще важна цифра, какой гемоглобин, почему человек парится, но бывает реально такое состояние, когда и ферритин высокий, и железо высокое, это вообще связано с геном, надо смотреть себя на гемохроматоз. Позавчера смотрела прайс-лист в лаборатории, узнать, есть ли такая мутация, стоит около пяти тысяч, дороговато, но будете знать, таким людям вообще рекомендуется сливать кровь, но, конечно же, нужно также проверяться на воспаление, возможно, что из-за них всего лишь имеется такой уровень. Ой, мы уже подходим к концу насчет слайдов, я вам буду рассказывать про очень важный телефонный разговор. Как проверить усваиваемость белка? Прекрасный вопрос от ГФЖХАТАПОЦИЗВ, имя такое интересное. Смотрите, можно посмотреть сниженную кислотность уже по общему анализу крови, можно посмотреть по общему белку, он должен быть тоже на верхней границе, то есть мы не смотрим там, если он 60, 70, 75, это норма, не смотрим по верхней границе, но опять же мы смотрим также факторы воспаления, потому что бывает, когда у человека воспаление, по всем факторам белок низкий, а сам общий белок высокий, это означает, что происходит в организме воспаление, ткани распадаются, и за счет этого высокий белок, то есть мы не можем просто изолированно смотреть на один показатель, понимаете, и я не могу вам взять так в комментариях, и просто ответить на какой-то изолированный вопрос, это будет очень непрофессионально с моей стороны, и это будет вам вредить, поэтому мы рассматриваем все в комплексе, и здесь нужно будет делать, видимо, по общим анализам, либо вебинар, либо курс, если это все не уместится в вебинар, эта информация моя, также иногда это видно по ко-программе, но не всегда, то есть бывает, что в кале видны мышечные волокна, но это если уж совсем все максимально плохо, у меня были такие дети, прости господи, там совсем ничего не усваивается, там в кале просто все, вот знаете, там в программе на листик, и там должно быть, отсутствует, 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 небольшое количество у него, есть, есть, в большом количестве, плюс, 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 вообще ничего не усваивается, в общем, это просто кошмар невыносимый, вот, но по нему, опять же, не всегда, а еще кислотность не смотрится по зонду, вот когда глотаешь натощак, эту камерку, да, и там тебе замеряют кислотность, это вообще не показатель, мы туда не смотрим, ладно, имейте тоже в виду. От Жени хороший вопрос, показатель для вас, Женя у меня в доме жил, одну ночку ночевал со своей девушкой, на Бали еще это было, там мы познакомились, классный человек, правда веган, но ничего, бывает, смотрите, у меня маленький ферритин после веганства, поднял гемокомплекс, две пачки пропил, у девушки ферритин был ниже плинтуса, семерка, семерка, а он считает, что ферритин должен быть как вес, то есть, если у девушки вес сорокет, то ферритин сорокет, это хорошо, нет, объясню дальше, пропила тоже железо, сейчас там радуется, летает все хорошо, я говорю, ладно, она сейчас подняла, но, ребят, вы понимаете, что если оно у нее упало, значит в пище не было железа, не было восполнения, да, соответственно, если она пропила сейчас, и будет питаться так же в дальнейшем, то депо так же будет тратиться, причем быстро, после капельниц, если там сильно много капельниц поставить, то ферритин бывает даже 100 и 200, ну, даже 200, хорошо, но при этом он тоже быстро тратится, то есть, временно это не так уж сильно опасно, потому что расход будет вот такой вот, вы уже слышали от меня, что с каждым месячными уходит около 10 единиц ферритина, а у девушки всего 41, я говорю, что вот девушке той комплекции, я ее видела, даже вот этого веса, нужен ферритин хотя бы в два раза выше, поднимается он медленно, чревато, чревато, расскажу дальше, в общем, норма другая, люди не хотят в это верить, но как бы тут дело ваше абсолютно, что потом будет с вашей щитовидкой, что будет с вашими другими органами, решать только вам, мое дело сказать и предупредить, дальше сказано про то, что плохо усваивается вместе с кальцием, на что я говорю, что в пище в принципе мало кальция, и тут вообще не стоит переживать этот конфликт, в пище бывает примерно 300-400 миллиграмм кальция вместо тысячи, вместо тысячи, ребята, но это мало, и не вижу вариантов набрать кальций, кроме как, есть знаете что, 100 грамм кунжута черного, но это чистое омега-6, кто из вас осмелится это сделать, я не знаю, вы просто какие-то сверхлюди, потому что такую горечь есть, я не знаю, я себе, конечно, тоже заказала черный кунжут, но я еще ни разу его не ела, может попробую, я заказала специальный жмых, чтобы он был без масла, без омега-6, естественно, чтобы он мне не вредил, но, 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 вкус у него крайне специфический, и каждый день в себя это пихать, реально пихать, это, конечно, на любителя, девушка говорит, что у меня нет дефицита, что ж такого я ем, где оно содержится, я не знаю, где смотрела свои кальции эта девушка, потому что он не смотрится, как там кальций в крови, другой есть показатель, который показывает, берется ли он из костей или нет, вот у меня, допустим, берется сейчас кальций из костей, я сдала свой анализ, и вижу, что да, это так, потому что я провела эксперимент, потребляя свою обычную дозу кальция с едой, это 300-400 миллиграмм, это не тысяча, и я для себя сделала очень нехорошо, как видите, потому что у меня этот показатель говорит о том, что вообще-то, милочка, у тебя скоро будет остеопороз, если ты не начнешь есть кальций, девушка говорит то, что мешают усваиваемости кофе, чай, но это тоже все ясно-понятно, я думаю, вы в курсе, у кого дефицит железа, ну, может быть, даже вы их не пьете, как я, допустим, лет много, почистить кишечник, опять не ясно, что подразумевается почистка кишечника, в общем, мы с вами закончили со слайдами, и сейчас я расскажу про телефонный разговор, который состоялся, пожалуй, имеет смысл уже включить комментарии, значит, собственно, довели меня просто, сегодня до белого коленя, я пока еще, видимо, мало вещаю, мало до вас достучалось, в том плане, что вы пока еще ориентируетесь на лабораторные нормы, и думаете, что если по ним все в норме, то все в норме, и вообще никто не знает, что со мной, поехали, сейчас звонила девушка, которая, ну, поинтересовалась, есть ли у меня бесплатная консультация, я говорю, да, есть, я на ней продам платную, ну, это понятно, очевидно, созваниваемся, она хотела узнать, компетентна ли я, в чем проблема, щеки в таких глубоких рытвинах, знаете, такие прыщи бывают, глубокие рытвины, ну, там, кое-что еще, плюс, аутоиммунный тиреоидит, сразу звоночек, мы все понимаем, что происходит, это проблема протекающего кишечника, ну, то есть, любая аутоиммунка, это протекающий кишечник, и я объяснила то, что обязательно около одной аутоиммунки идет другая аутоиммунка, допустим, если у вас псориаз, то потом начинается псориатический артрит, потом начинается какая-нибудь бронхиальная астма, если у вас атопический дерматит, то потом начинается ревматодный артрит, тоже может начаться бронхиальная астма, может начаться диабет и так далее. Это все взаимосвязано, поэтому, чем раньше мы начнем решение данной проблемы, а для этого нужно что-то делать, тем раньше это прекратится. Я поинтересовалась, какие же антитела на щитовидку выделяются, то есть, вообще это как бы нехорошо. В чем заключается проблема текучего кишечника, в том, что раньше люди думали, врачи думали, что только пища расщепленная до самых мельчайших атомов проходит через клетки кишечника и поступает в кровь. Допустим, это не белок, а аминокислоты, это не жиры, а жирные кислоты, это не сахара-дисахара, а прям такие, которые типа глюкоза, фруктоза, да такие, мономерные. А на самом деле нет, на самом деле есть уже и фотки, и все, там изучайте, смотрите, когда клеточки кишечника, они так хорошо между собой связаны, ввиду многих причин, сейчас не буду все это углубляться, в общем, появляются между ними расстояния более большие, чем обычно, и, соответственно, более крупные молекулы пищи, уже молекулы, способны проникать через них. А кровь, она к такому не привыкла, кровь должна иметь постоянный состав, и она, когда видит это, она просто в шоке, и начинается реакция, аутоиммунная, организм атакует сам себя, это, то есть реакция антигена-антитела, и потом, где тонко там рвется, происходит аутоиммунный процесс где-нибудь, поджелудка, там, я не знаю, кожа, суставы, у нее вот, ну, лицо, да, высыпание на лице, щитовидная железа, вот, такие дела. Я узнаю, какие антитела, оказывается, антитела на щитовидку изначально были 100 с лишним, ну, просто. Потом она говорит, что-то я сдала, и антитела были у меня уже в норме. В норме, если что, они по референсам, 35, там, еще с чем-то, или 25, бывают, ну, такие референсы, это ненормально, я говорю, антитела должны быть ноль. Она говорит, такое вообще бывает? Я говорю, да, такое бывает. Антитела должны быть ноль, на все и всегда, иначе это аутоиммунная реакция. А человек живет и не знает, а хуже становится. Но щитовидка сама по себе не может так просто барахлить, и вот мы стали выяснять, она говорит, что у меня обычно низкое железо по жизни. Гемоглобин, типа, около 112, знаете, такой, 116. А я вам уже говорила, что сам по себе гемоглобин понижаться не может. Там идет истинная анемия, и, соответственно, там низкий ферритин и низкие прочие кровотворные факторы. Узнаю, сколько ферритин. Она говорит, ну низкий. Какой он низкий? Ну вот ниже нормы. У меня, говорит, 4, а должен быть 10. 10? Серьезно, это такие референсы? Мои дорогие, мои дорогие, сколько я сказала, должен быть ферритин? Давайте вспомним. Ну, 8 и 100 хотя бы, у человека 4. Вообще непонятно, как она живет. Если ферритин низкий, там ниже 30, ниже 20, всегда начинаются проблемы с щитовидной железой, потому что железо сильно завязано с гормонами щитовидной железы. Нарушается конверсия Т4 в Т3, и все. То есть, что мы имеем по факту? Мы имеем очевидный проницаемый кишечник, абсолютно понятно, что у человека идет пониженная кислотность желудочного сока и неусвоение того белка нормально, который она ест. Абсолютно ясно, что там есть истинная анемия. Скорее всего, там еще и низкие B9, B12, может быть, кофакторы тоже посмотреть надо, типа меди, да? То есть, там низкое все. Надо решать вопрос. И я как объяснила, что первым делом устанавливаем кислотность, потом смотрим на рацион, делаем, чтобы было нормальное количество полноценного белка, там не важно, ты веган или ты кушаешь все подряд и наслаждаешься жизнью, да? Там не важно, какая у тебя диета, питание должно быть полноценное. Если человеку не хочется есть животные продукты, пусть продолжают не есть животные продукты. Просто будет больше БАДов, вот и все. Никто не против. Сейчас создано много баночек. Вы можете пить отдельные аминокислоты, вы можете пить отдельно там рыбный коллаген. Ну, это же там, в смысле, вы не видите, что это мертвые рыбы? Это вот баночки рыбный коллаген, вот ешьте его, тогда, если вы не видите рыбу, например. Ну, и так далее. То есть, для вас придумано много баночек, много порошков. Ну, проблемы глобальные, вы поняли, да? То есть, еще раз, мы восстанавливаем кислотность желудочного сока, мы даем поступление нормального полноценного белка, чтобы он хотя бы был, мы убираем проблему текучего кишечника, латаем эти дырки и делаем, то есть, там будет такая диета, которая не позволяет конфликтовать пищу очень сильно с кишечником. Есть такая пища, которая нарушает целостность кишечника, если особенно изначально были какие-то проблемы там с дефицитами, и микрофлора не такая сильная. Дальше, что мы делаем? Дальше мы поднимаем железо на белок, который уже восстановлен, просто без белка не будет нормальное железо, а там очевидно, что белок низкий. После этого восстанавливается уже сама щитовидная железа, я даю 75%, что она восстановится сама без ничего, аутоиммунный тиреоидит. Да, это так, потому что у нас все остальное будет в порядке, и тело уже начнет убирать антитела, соответственно, начнется улучшение конвертации Т4 в Т3, да, вы понимаете эту тему, и все в порядке. Проблемы нет, но прыщи сами по себе тоже уйдут, потому что не будет больше этой дурацкой реакции антигена-антитела. И не потому, что белок плохой, а потому, что он проходит через стенку кишечника, которая неполноценна ввиду того, что вы делали раньше. Белок капец нужен для того, чтобы восстанавливать ферментную систему, для того, чтобы происходили процессы детоксикации. И в чем там вопрос? Вот девушка говорит, а вот если я буду ставить клизмы, допустим, то вот проницаемость кишечника улучшится, в смысле он не будет больше дырявый. Ну, я говорю, нет, у людей еще есть какая-то вера в клизмы. Я говорю, ну нет, ребята, ну это просто неестественно, это делать не нужно абсолютно. Она говорит, ну вот же Агонян. Ну я говорю, ну если вы слушаете Агонян, то мы с вами просто не сработаемся. Она говорит, что да я уже проверяла, там и почки проверяла, и там и все это проверяла, и ничего найти не могут, просто вот низкое все, или в принципе так-то все в норме. Вот в том-то и дело, но мне когда назвала норму, что должен быть ферритин 10, да, там у нее 4, а должен быть 10, мне стало все понятно. Я говорю, то есть вы обращались к другим специалистам, которые смотрели по референсным нормам в обычной лаборатории. Если вы хотите узнать причину своих заболеваний и начать что-то делать для того, чтобы восстановиться, необходимо обращаться к специалистам, которые разбираются именно в узких коридорах. Это относится к превентивным мерам, к превентивной медицине, которая предотвращает заболевание. Врачи, у них задача именно лечить, когда заболевание уже наступило, когда все там из-за референсы повыходило и тогда да, они назначают конкретные лекарства. Это так. Если вы хотите предотвратить заболевание и убрать состояние, которое предшествует болезни, то есть когда звоночек уже есть, нужно предпринимать меры. Врачи это с вами делать не обязаны. Они не обязаны вам по 2-3 часа объяснять, как есть, что есть, что сдавать, зачем следить, что какое должно быть. У них нет на это времени. Когда ко мне обращается человек, я каждому даю образование в виде большого письменного файла и 2-3 часа информации еще сверх наговариваю, объясняю, конкретно разжегываю, что, как, для чего делать. Даю инструкции по восстановлению на несколько месяцев вперед. Ее нужно придерживаться, если вы хотите что-то исправить. В этом состоит моя задача. Предотвратить либо исправить состояние, потому что если сегодня вы не сделаете то, что я говорю, завтра у вас будет диабет, потому что он уже вот стучится. Здравствуйте, откройте. Моя боль состоит именно вот в этой глобальной сейчас необразованности. Вот то, что сейчас я постепенно узнаю по крупицам, я ведь тоже не сразу знала. Я ведь тоже только сейчас это узнаю. Я бы очень многое отдала за то, чтобы узнать это раньше. Раньше никто не говорил про проницаемый кишечник, хотя были эти исследования, они просто были запечатаны за ста замками. И то, официальная медицина пока не особо стремится это признавать. Там войны как бы идут, понимаете? Хотя есть уже фотокарточки, которые это подтверждают, исследования, которые это подтверждают. Любое аутоиммунное заболевание начинается с протекающего кишечника. Но это же понятно. Насчет разбора мракобесов, ну, смотри, фруктик, я тебе что хочу сказать. Многие из этих людей, они реально верят свою теорию, и им, образование их, это люди неглупые, вот которых, это вообще неглупые люди, у них есть теоретическая база, они ее применяют в своих целях, у них есть свои заблуждения, и они подгоняют факты под них. Вообще, это свойство на человеческому мозгу придумать себе что-нибудь, и те факты, которые он может собирать, вот под эту, знаешь, такую личную доказательную базу подбирать под то, что ему нравится. Мы можем даже взять сигареты или алкоголь, ну то, что, ну в принципе, вредноватым признанно достаточно, да, в некоторой степени, для некоторых людей, но есть люди, которые найдут себе 1500 оправданий и скажут, что вообще-то это не влияет на здоровье абсолютно, потому что есть люди, которые не курят, не пьют, и умирают от рака, а я курю, пью, и я здоров при этом, потому что я так сбрасываю стресс, и в принципе ученые доказали, что, собственно, да, понимаете? Человеку свойственно подбирать доказательства, и вот эти люди, они тоже верят в то, что они говорят и в то, что делают. Когда я находилась на сыроедении фрукторианстве, я тоже в это абсолютно верила, и я думала, что у меня все в порядке. Я видела звоночки, я их запоминала, я их фоткала, я их записывала, скоро я их расскажу, скоро я расскажу, что у меня случилось с анализами, что у меня были за приступы, почему я тогда думала так, почему я сейчас думаю так. Когда я вышла из этой секты, у меня просто упал и перенас глаз, и я увидела, что это не долбаные чистки, что это звоночки, которые говорили о том, что человек, ты рассыпаешься, очнись. Многих из тех, кого вы называете, кого вы сейчас смотрите, я видела лично, жила с кем-то, с кем-то там долгосрочное общение, краткосрочное общение. Я там не видела здоровья. Я признаю сыроедение как терапевтическое питание, иногда его назначаю, да. Но не как постоянное, естественно. И то при назначении оно должно быть строго, полноценно, абсолютно составлено профессионально, и только так оно может существовать. С добавками, естественно. И нужно смотреть вашу исходную точку, потому что изначально тоже сыроедение можно не всем. Есть такие состояния ЖКТ, при которых противопоказано, оно абсолютно. Вы излечили ад. Я в стойке ремиссии. И еще же я вот сижу, думаю, что-то я вот забыла. Знаете, такое состояние, когда все сказал и что-то забыл. Сейчас я вам покажу, что я забыла. Так, это значит, я отделю вот так. Сейчас, смотрите, сейчас я покажу вам свой сайт, который я, блин, переделывала очень долго. Смотрите, теперь здесь ходят картинки, ходят, бесплятно, об авторе. Ой, куда я нажаль? А, это об авторе вообще, кто я такой человек. Мои услуги. Листаем. Разбор анализов заказать. Потом картинка. План питания составить. Есть такое. Курсы пройти. Пока что только один в доступе. Сопровождение. Запросите, это трехмесячная программа. У меня нутритивный баланс свой узнать. То есть, вообще вы нормально едите? То есть, вы считаете свое питание полноценным? Допустим, я могу вам помочь подсказать, что вообще у вас на самом деле происходит с питанием, что добавить. Авторитетное мнение профессионала. Это вообще кто я? Это мои услуги. Смотрите, здесь представлено шесть услуг. На телефоне, если смотреть, то побольше будет. В смысле у меня сдвинуто. Это, видимо, неправильно открылось. Смотрите, нажимайте на то, что интересно. Разбор анализов. То есть, это оценка здоровья, рекомендации операционного образа жизни. Это очень длительная консультация. Я рекомендую с нее начинать. Далее мы можем переходить на план питания и заказывать план питания. Хотя я уже изначально выдаю рекомендации здесь. Тут уже будет все конкретно в PDF-ке. Очень красиво оформлено. И, и, и. Либо дальше после разбора переходить на курс химия еды. Также можно обратиться с самой недорогой услугой. Это свой узнать нутритивный баланс. Новичкам вообще рекомендую с бесплатного начинать. Сопровождение это вообще услуга, которая включает в себя и это, и это, и вот это, и вот это. Плюс мы на связи постоянно. Вот здесь при разбор анализов можно узнать, как проходит диагностика. Мы тоже смотрим. Тут все расписано, чего да как. Нутритивный баланс. Что для этого нужно? Тоже все узнаем. А, кстати, про меня тут можно взять и полистать. Тут есть мои дипломы. Кто я такая? Там диетологи России и все вот это, понимаете, да? Плюс я сейчас еще продолжаю учиться. Будут дипломы еще на этот счет. Персональный план питания на неделю тоже составляю, но я всегда учитываю полный макро- и микроэлементный состав. 13 витаминов, 11 минералов, все именно кислоты, профиль жиров, углеводов с учетом всего вот этого. Физиология, клиническая картина, обстоятельства и дефицитов и сопровождение до результата. У меня есть это бесполятный материал. Бесполятный. В общем, ребята, сайт у меня в профиле. Смотрите, как я сделала. Еще выпадающее меню есть. Вообще, да? Классно. Вот так вот я смог. Грибок, чтобы понизить, обязательно пить таблетки или добавки? У кого-то грибок уходит, когда просто пропиваешь горечи и просто из всего меню убираешь сахар там хотя бы на 3 месяца. Ну, фрукты, сахар, имеется в виду все такое. Ну, просто ешь там животку, овощи, зелень, семена, каши можно некоторые. У меня так ушел, по крайней мере. Человек пишет по добавкам, да, вот очень хорошие у меня есть комментарии к этому. Типа, какие надо принимать обязательно на сыроедение? Ну, есть такие добавки, которые нужно принимать обязательно на сыроедение? Да, они есть, но все равно без анализов, без назначений ты не узнаешь свои дозировки, ты не узнаешь сколько чего, когда тебе нужно пить, в какой форме. Вот, допустим, знаешь, всем говорят, что нужно пить омегу-3. Нельзя это тоже сделать без анализов, поскольку омега-3, допустим, разжижает кровь. Я смотрю, одна женщина хотела пить омегу-3, тоже, потому что все одни трубят кругом. А я смотрю, у нее тромбоциты 100. Кровь вообще у нее не будет свертываться при ранении. Какая омега-3? Она еще сильнее ее разжижит. Вот то же самое и у тебя. Откуда ты знаешь, в какой порции тебе надо все это пить, в какой форме? Кто бы тебе это не сказал. Сначала анализа, потом все остальное. Все-таки ад, это заболевание кожи или дырявый кишечник. Это аутоиммунг на фоне дырявого кишечника в том числе, но там в сопутствующие идут еще и обычный панкреатит, какой-нибудь холестаз или что-то еще с желчным пузырем, с печенью происходит обязательно. Гипотоз. Ребенку 6 месяцев, ГВ. Говорят, лечить кишечник. Мне кто-то говорит, что это просто заболевание кожи. Ну какое заболевание кожи? Что это за бред? Как это может быть изолировано заболевание кожи? Изолировано заболевание глаза, вот просто так. Изолировано заболевание, там, грибок ногтя, просто из-за того, что внешне, значит, сходил в баню и получил грибок ногтя. Ну, конечно. Порассказывайте мне. Мед, фрукты на месяц убирать? На месяц? Серьезно? Какой месяц? Вообще убирать? Белок 69 низкий. Какой норм? По верхней границе норм. А если есть кленовидный дефект на зубах, нужно ли что-то пить из БАДов? Это очень спорный вопрос. Вообще, мне дантист сказала как? Она говорит, что я тебе некоторые, которые прям сильно чувствительные, и ты не можешь есть, я тебе их заделаю. Мне поставили там 4 пломбочки, ну, у основания. А некоторые, она говорит, я тебя специально не буду трогать, принципиально. Пусть твой иммунитет сам справляется. Пусть он их вторит сам, то есть, вот так вот делает, запечатывает. Должно это случиться. Ну, в принципе, у меня сделались. Естественно, там вид не такой, какой раньше был у зубов, то есть, ямки эти есть, но они не чувствительные. Вообще же, как на фруктах, вы помните, как это происходит? То есть, ты ешь какой-то фрукт, я, допустим, ела 1-2 раза в день, да, поэтому ешь фрукт какой-то там на завтрак или на обед, ты прекращаешь есть, когда зубы уже этого не позволяют, потому что они полностью облезли. И проходит там сколько, 18-20 часов до следующего утра, и ты снова ешь, потому что они уже тебе позволяют, они слегка восстановились, золотались. Но ты начинаешь есть, и примерно через сколько-то килограммов у тебя снова нарушается эмаль, и ты снова чувствуешь все, и вот до такого состояния, притрагиваешься и вот так. То есть, даже нельзя щеткой пройтись по зубам, потому что вот так вот делаешь. Очень чувствительно. И снова ждешь 18-20 часов, и за это время она успевает немножечко подлататься. Вам есть много что пересмотреть, с часикой полтора, наверное, мы отболтали, может, час 20, да? До свидания!